Республиканская научная библиотека имени Халимат Байрамукова стала официальной площадкой общенационального карачаевского тотального диктанта. Наш телеканал пригласил своих зрителей, чтобы они проверили свою грамотность. О том, какая ошибка в правописании допускается карачаевцами чаще всего, в репортаже Руслана Каркмазова. Карачаевские банкиры, школьники, маркетологи, юристы, предприниматели и студенты написали общенациональный тотальный диктант. Текст был взят из произведения Халимат Байрамукова. Ее именем названа Республиканская научная библиотека. Тема диктанта «Что значит быть карачаевцем?». На этот вопрос у собравшихся здесь один ответ. Карачаевца делает карачаевцем только его язык, который состоит из ДНК народа, сохранившего в себе историю веков и тысячелетий. Язык – это один из главных индикаторов национальности твоей. И если для тебя твоя этническая принадлежность что-либо означает, твоя этническая культура какую-то ценность представляет, то каждый должен будет относиться к языку именно как к одному из главных элементов, составляющих национальной культуры. Общенациональный тотальный диктант задает моду на владение родным языком, чтобы говорить по-карачаевски стало престижным и примером для подражания. Поэтому очевиден ответ, для чего нужна проверка карачаевской грамотности. В первую очередь нужно для того, чтобы наши дети не забывали свой родной язык, чтобы они стремились изучать и чтобы могли правомерно писать на своем родном языке. Даже в соцсетях есть группы на карачаевском языке. Они стараются общаться на своем родном языке, повышая его статус. Вот диктант написан. Правила таковы. Проверка карачаевской грамотности проводится не с целью выставления оценок, чтобы хвалить или порицать, а чтобы выявить ошибки, обратить на них внимание и повысить уровень знаний. Такая проверка, оказывается, народу необходима. Это, так сказать, испытание должно было произойти, потому что на данный момент мы не знаем уровень образования, то есть знания карачаевского языка. Я думаю, этот диктант как раз таки покажет уровень. Нас сюда выбрала наша учительница. И этот день для карачаевцев очень знаменательный день. Поэтому мы с удовольствием пришли, чтобы написать этот диктант и узнать больше нового о карачаевском народе. Пока комиссия подводила итоги диктанта, чтобы выявить самую популярную грамматическую ошибку, в Республиканской научной библиотеке была представлена выставка карачаевских книжных памятников. Сто лет назад карачаевцы пользовались тремя алфавитами. И даже публиковались книги, такие как «Конституция Советского Союза» на латинице. Если взять одну из древнейших газет карачаевского народа, то вот что тут интересовало местное население. Эта железная дорога Манчжурии вошла и вернулась в состав Советского Союза. Кризис в парламенте Англии тоже беспокоил. Ну и, конечно же, на первой полосе опубликовано карачаевское волонтерское движение по помощи бедным слоям населения. И вот подведены итоги пренационального карачаевского диктанта. Самая популярная ошибка допускается в слове «любит» – «сюеды». Почему-то 65% участников грамматической проверки пишут между буквами «ю» и «е» лишнюю краткую «и». Эксперты пожелали карачаевцам любить свой родной язык и правильно писать самый чувственный глагол. Руслан Куркмазов, Алибек Еширов, Вести, Карачаев.